Создатель юношеской повести Анатолий Георгиевич Алексин. 3 августа 1924 года в Москве родился Анатолий Георгиевич Алексин, русский, советский и израильский писатель, сценарист и драматург, автор книг для детей и юношества. Отец Анатолия Алексина Георгий Платонович, педагог, экономист, журналист. Мать Мария Михайловна, актриса. Будучи подростком, Анатолий Алексин дебютировал стихами в газете «Пионерская правда». Позже публиковался и в газете «Комсомольская правда». В 1950 году Анатолий Алексин окончил Московский институт востоковедения. В 1950 году был издан первый сборник «31 день», определивший Алексина как создателя так называемой юношеской повести. До 1966 года Анатолий Георгиевич писал для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В тот период были изданы повести «Коля пишет Оле», «Коля пишет Оле», «Саша и Шура», «Стране вечных каникул», «Необычайные похождения», «Севы Котлова» и многие другие. С 70-х Алексин стал ориентироваться на детей постарше. Темой его произведений стали отношения подростков с миром взрослых, переход из детства в юношество. В этот же период вышли пьесы Алексина «Обратный адрес», «Десятиклассники», а также пьесы и киносценарии, созданные по одноименным повестям «Звоните и приезжайте», «Пойдем в кинок» и другие. Среди позднейших произведений Алексина – роман «Хроника», «Сага о певзмирах», «Книга воспоминаний, перелистывая годы», «Сборник документальных рассказов», «Террор на пороге» и другие. Алексин читал курс лекций по литературе на режиссерском отделении высших курсов сценаристов и режиссеров, был председателем жюри конкурса детских и юношеских фильмов Московского международного кинофестиваля. Анатолий Георгиевич Алексин снимался даже в кино в фильме под названием «Попрыгунья» в 1955 году, а также выступал сценаристом ко многим фильмам. Фильмы, снятые по произведениям и сценариям Анатолия Алексина «Поздний ребенок», «Фотографии на стене», «Расписание на завтра», «Очень страшная история», «Ура, у нас каникулы», «Потерянная фотография», «Чехарда» по мотивам повести «Позавчера» и «Послезавтра». В 1970-1989 годах Анатолий Алексин был секретарем Союза писателей РСФСР, членом редколлегии журнала «Юность», заместителем председателя Советского комитета защиты мира, президентом Ассоциации «Мир детям мира» и другие. Анатолий Алексин вел популярную телепередачу «Лица друзей», участвовал в зарубежных поездках. После одной из них журналисты дали писателю прозвище «Русский Марк Бен». За годы работы Алексин получил множество наград, в том числе Орден Ленина, два Ордена Трудового Красного Знамена, Государственную премию РСФСР, Международный диплом Ханса Кристиана Андерсона и другие. Книги Анатолия Георгиевича Алексина переведены на 48 языков. Их совокупный тираж превысил 120 миллионов экземпляров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова